В Перхилионе продолжается очень неспешно развитие событий и сегодня подъехала не новая миссия, а просто небольшое повествование происходящего. В общем мы миссию закончили на том, что отбили ту самую посылочку секретную и шатались по базе и узнавали что вообще происходит, что это был за противник, какие-то следы искали и вот собственно продолжение. Мы кое-что узнали и заглянули в одну из посылочек, в которой нас на этот раз ждет даже какой-то ребус, короче загадка с каким-то паролем, который разработчики предлагают нам собственно говоря и угадать. Причем странно, конечно, без 100 грамм тут не разберешься, если честно. Я даже сначала и не понял, что оказывается эта картинка кликабельна и по ней можно перейти и там свой вариант ответа нужно закинуть. Просто эта новость выглядела как какая-то обычная просто история происходящего, но даже не намекала на то, что мы в этом можем поучаствовать. Оказывается можем. В общем давайте по порядку. Как только мы все-таки отбили эту базу, уничтожили противника, первая была странность в том, что этот противник, который довольно-таки быстро разгромил эту военную базу, как только подтянулись наши военные силы, перигелия, теперь они решили все-таки перхилион перевести и называют это перигелием. Окей, значит я бы называть перигелием. В общем как только силы перигелия подтянулись, мы довольно быстро их уничтожили и странность была в том, что этот противник вел себя ну как классический ботеек в общем в ПВЕ режиме. То вроде бы ехал, то останавливался, то стрелял, то не стрелял. Как будто бы связь, то есть управление этими силами прерывалось. Ну и в общем-то косо посмотрев несколько раз на Эспинозу, мы поняли о том, что Эспиноза явно что-то знает, но нам этого не рассказывает. И заглянув в одну из этих как раз таки машин, мы поняли, что там все на каком-то непонятном языке, это во-первых, во-вторых, людей там нету, ни живых, ни мертвых. То есть абсолютно вся техника, видимо, управлялась каким-то искусственным интеллектом, о котором мы пока еще не знаем. И в общем-то абсолютно все, да, все машины были вот такие, то есть живой силы там не было вообще. Ну и первый косячок в том, что теперь получается, что раз нету каких-то трупов непонятных типов, но есть мы, которые участвовали в этом замесе, то тут выясняется, что типа есть вариант, что военные, чья это была база, как бы могут подумать на нас. И поэтому мы быстренько начали связываться с Мердаком, чтобы он там все эти вопросы уладил. Ну и в итоге все-таки успешно с этой базы уезжаем, забрав эту таинственную посылочку к себе на базу. На следующий день Эспиноза прерывает наш завтрак вместе со своим шифровальщиком по имени Абернати. Они копались вот как раз в одной из этих коробок, странных каких-то черных, которые в итоге выяснилось, что это некое хранилище данных. И оно естественно было зашифровано. После некоторой перепалки они решали то ли взламывать, пытаться взламывать или нет. Это естественно Абернати сказал, что как бы может но его нахер, нам прилетит сверху. Мердак это не одобрит, они пришли к выводу, что мы можем все это обыграть, что одна посылочка просто потерялась во время этого боя. И все-таки решили туда заглянуть. Ну и далее было следующее происходящее, которое я зачитаю. Здесь были какие-то флешбеки, которые видимо намекают на тот самый шифр, который нам нужно угадать. Экран стал стремительно заполняться размытыми изображениями и короткими клипами. Я успел ухватить отдельные детали, но образы мелькали слишком быстро для человеческого глаза. Молодой человек в старинной форме, пилота и опытный одноглазый воин сражаются на катанах перед танком Тигр на бесконечной равнине. Неестественно высокий викинг и мальчик с серебряной кожей пересекают море на дракаре. Нью-Йорк скованный льдом. Двуглавый дракон сражается с бипланом времен Первой мировой. Грох от пулеметов с пандау звучит почти беспомощно на фоне могучего рева и пламени зверя. И все же дракон проигрывает. Армия мертвецов торгается в мир живущих под инопланетной луной в форме черепа. Видения закончились так же внезапно, как и начались. Осталось только изображение с полем, явно предназначенным для ввода пароля. Вот собственно вот так выглядит эта картинка, по которой мы должны как раз таки и понять, что за пароль. Расшифровать это все дело. Я поставлю под видео в описании ссылку на эту новость. В общем надо будет кликнуть вам по этой же картинке и вас перекинет в форму, которой нужно будет заполнить как раз таки этот пароль. Ну если вы вообще поняли о чем речь и как его расшифровать. Далее в разговоре подкидывают еще несколько подсказок, что это набор стандартных латинских символов, связанных с изображением. Кроме того цифры не содержит и это одно слово, легко запоминающееся и не привязанное к регистру. А вот дрина может быть любой. В общем удачи вам в разгадывании этой головоломки. Продолжение следует...